здравствуйте сегодня у нас с пятницы давить в общем у меня сегодня первые интервисты в этом году до собеседования все конечно это удивительно никогда в жизни так рано у меня не было интервист обычно они у меня начинаются где-то с конца апреля что-то это значит не знаю на если что ты ничего не знаю покажу цветочки сейчас поливаю копейцы римс был оказывается как не гиацинт ведь нет гиацинт что-то другой кошак такой найдет я как бы не боюсь вообще те интервисты уже если их посчитать у них наверное штуку шли они записи адмера был их всяких разных везде не знаю ничего не боюсь просто просто перехожу начинаю про себя рассказывать там сколько я живу в испании где работала когда ну добавляется вроде вы что нет не уверена что вас позовут в отель в этот в этот я говорю уверенно но просто очень мало месяцев всего четыре месяца меня такое не устраивает небо хотя бы чтобы хотя бы шесть месяцев было что я потом ну как бы когда вот ты вот так вот адекватно объясняешь почему то они понимают но и не начинают говорить либо у нас точно также четыре месяца в общем ну там одни говорят он на когда прошлом году ходила там все в апартаментах требовалось вообще на целый год и я вот с ней это все прошла эти апартаменты все 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 ей показала ну как бы и я и хотела показать что я вообще знаю как это работать мне когда шли зашли в комнату я говорю когда принимаешь комнату вот надо это это посмотреть это я все то есть все знаю в два года в апартаментах работ там ну компьютер подошла она там про программу сказал я грузнаете у каждой значит это импресса ну каждый хозяина своя собственно отбывает программ и они говорю ну все одинаковые несложно вот покажете я буду ее делать вот и она такого нам подходите все такое в прошлом году вы завтрашнего дня можете приступить работать я громаку ждите завтра мой тепло он позвонит когда да это придете на работу и значит и все и тишина и две недели прошло и никто не перезвонил я ритму решила что с учетом это и тут как раз мне тереза пи позвонила и я пошла работать свою пройти хостел фонтана пошла работать хостел фонтана и буквально вот я только мне вот тереза сделала контракт вообще в испании не сразу контракт люди делают нигде сразу бы не делают там просто берут в копии твоих документов берут номер счета ну то есть справку с банка что у тебя вот есть счет вот обязательно надо нет руки и принести там нет а именно чтобы вот она была официальная банка что у тебя есть реальный счет в испании ну там приветствует там карта до презентацию ну то есть это письмо которое бывший хозяин там тебе напишет что ты там хорошо работал все такое такие все документы они берут копии но они не берут эти документы они все копии берут и и все и и все и где-то я не знаю недели две контракт делается никто сразу не делать вот и как то вот я уже это там муж идет у кати нет не молодой старый которого вот и я уже ночью те документы отдала таре за все она дала хестору уже делать контракт и эту тетя появляется выгод автор сможете выйти на работу я говорю извините я уже работаю ну конечно обидно было конечно обидно было то что ну во первых там круглый же год она обещала не знаю но я уже не смогла вот и чё бы я вот так бы терезу что ли подставил я нельзя не метки вещи делать и я вот отказалась сюда покажу волосы помыла все забываем сказать что я мой волосы с оттеночным шампунем вообще суперский шампунь он такой дает такой вот этот розовый оттенок и гасит в эту желтизну который все равно есть присутствует желтизна она вот гасит ее сейчас я вам покажу этот шампунь покажу вам эти мусечка делов надела опять бегала тут я тут цветы пока полюху она вся грязная я поливаю цвета налезет прямо под струю воды вот там когда поливала там с грязными лапками теперь а классичка у нас такой толстенький стал мягонький такой приятно такого приятно трогать он такой мехметик в общем у меня два типа шампуня первый я купила бланка натурал для ласка к нас но это вот для седых людей которые вот таким шампунем лавар бьен лас манус трасс у соуса то есть очень хорошо надо вымыть руки после этого напишу руки красятся вот она синяя вот там такой оттенок больше как бы синий такой вот видите у нас а у меня новый маникюр смотрите мне новый маникюр вот тут бабочка вот так вот он блестит так на солнце вот видите он от синий и вот это синий и он дает оттенок такой холодный какой-то мне не 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 понравилось он какой-то такой холодный даже как-то зеленоватый даже иногда как-то я один раз подержала подольше даже не показать волосы как зеленого теста и вот я купила вот такой купила я его по рекламе то есть по телевизору показали еще я видела в этом в инстаграме тоже самое показывали и мне еще понравилось что вот он это ведь или мина ластонус а мари я без очков то что мое амарили но здесь к белью лад даду у руби платина очень без очков плохо вижу ну как амарилин тасс амарилин тасс вот это я первый раз такое слово амарилин тасс ну то есть или минар убирать ластонус тонн желтизна ама амарилин тасс и тот же желтизна дель к белью это волосы платья до платья тут ну белые в общем у рубио платина или просто то есть покрашенная наверное белый цвет или натуральные вот это я просто вам вот формула виолета видите формула виолета и они вообще фиолетовые вот ведь и намазалась у меня тут вот видите цвет вот он идет синие уже отличаются вот видите как в общем это фиолетовый цвет как марина из пизель любит фиолетовая виолета так по испанской видите формула виолета фиолетовый виолета и мне вот еще очень нравится этот шампунь тем что там видимо добавлю добавлен кондиционер потому что как бы ни один раз не было кондиционера я ему он закончился и вымылась думаю сейчас будут волосы как пакли нет так хорошо расчесывается видите какой будет цвет вот такой цвет как китай и как жемчужный пигмента виолета и экстракт и экстракта д перла и экстракта мои ты жемчужины ну то есть как вообще вот этот этот супер шампунь супер он мне так нравится волосы блестят дает приятный розовый оттенок желтизну убирает и вон все французский да мне кажется он французский в общем все мне надо собираться люди уже эти волосы посушить а то у меня час остался в общем такой не берите такой он какой-то такой холодный оттенок дает и он не понравился не знаете кому нравится холодный оттенок то можно взять вот он синий вот такого синего цвета я ничего не боюсь мне вообще все равно я пойду вообще как-то одни психологи говорят и портнов тоже говорят что надо идти как бы с таким отношением что ну и не ведь не возьмете ну и не надо ну типа как бы не показывать что бы тебе прямо сильно надо эту работу и тогда берут то есть когда ты изо всех сил стараешься вот что-то там показываешь эти все свои дипломы курикулы мы я думаю что и и чудо вот я думаю а попробовать вот сейчас вот не стараться вообще прийти сесть это обыкновенно поговорить как вот вы думаете просто вот попробовать на на этой первой интервью если как она сработала потому что я раньше подготовилась старалась ведешь дипломы и вот эти всякие покажешь какие у тебя есть рассказываешь все вот это и потом тебе никто не перезванивает и так это вот так это неприятно так это самооценку вообще принижает так это вот желание сразу убивает на неделю где-то желание вообще ходить на интервисты на собеседование искать работу и вот и вот как бы ну вообще вот это видно вот тем не пытаются уговорить что проблема там во мне что я может неуверенно выгляжу может быть там что-то я не то сказал ничего подобного у меня было две интервисты что когда я зашла только и на меня вот этот как он то персоналом менеджер по персоналу меня посмотрел меня с ног до головы и потерял ко мне интерес то есть я даже еще рот не открыла ничего не сказала одеваюсь я всегда очень ну корректно для собеседования не вызывающие не крашусь и вызывающие не крашусь я все у меня так в это ну соответствие в должности как я маникюр у меня ведь я сделал ну все все красиво все не знаю я считаю что вот им надо молодых вот им надо молодых они видимо думают что молодая более гибкая что молодой легче управлять ну может конечно это и правда я даже такое слышала что они хотят вообще мало чтобы молодая пришла который вообще никогда не работал ничего не умеет что типа не будут ее воспитывать и учить по-своему как им надо а потом когда я поработала 4 в четырех разных местах на ресепции без знаете я такая разница везде все одинаково вообще совершенно я сейчас вот совершенно не боюсь идти работать в любой отель потому что все одинаково все вот я все знаю теперь я все это как бы на своей шкуре испытала то есть когда тебя ставят работать здесь в испании 20 никто ничего не объясняет там хоть вот в америке рассказывают что там какие-то проходят какие-то у них там тренинги до того как человек начнет работать две недели как ну немножко что-то объясняет в испании чего этого нет придут день с тобой поэта постоит хэф и де ресепсион и потом все тебя одного бросают и как хочешь так и и выкручивайся ну вот я вот последний год когда в хостеле работал я все уже нисколько не боялась что вообще никак не боялась тому придут ну но разорутся ну ну и что муся что ты делаешь а что ты вот там вот пчела или вот шмель летает вот над цветами и вот она вот его все пытается поймать это просто ужас я сейчас пойду когда волосы сушить я ее отсюда выгоню так они где водичку пьет в общем я взяла только резюме лёша злой в общем я стала настоящей испанка я везде теперь опаздываю вот почему плохое всегда так так легко приучается как прилипает 20 плюс вот можно без без всякого вот этого что ты говоришь он все время так говорит а потом люди начинают мне писать вот он тебя не уважает так он тебе говорит а он все время так всем говорит о сидит злится из-за того что я его подняла в 11 утра этот отель просто на такой горе шумнее я пока туда заберусь 10 минут осталось как лишь не боится он говорит что он успеет покажу вам скоро вот эти так деревья красиво зацветут фиолетовым таким и вот опять там лимоза в общем я уже совершенно сумасшедшая стала я из всего уже готова сделать видео дали уж ну просто тут такая красота как бы вот это не снимать а вон там начинает уже зацветать видите уже вот почки напухают я говорю что в феврале у нас весна начинается просто красоту показываю вон там лиду новый супермаркет который никому не нравится зачем построили непонятно вот видите как красиво вон там какая гора мама дорогая это лезь мне я сразу зато с похудею если меня туда возьмут дать за час выходить и лезть в гору мама дорогая хочу школа вот там бассейн вот многие туристы когда приезжают в люрид-де-мар они все гуляют только в центре ну некоторые отваживаются дойтись до до фаналса и очень многие просто не не знают о существовании вот здесь такого района который называется эль-мали это тоже очень огромный район ну это как как сказать там живут в основном иммигранты и местное население особо там ничего туристического нету поэтому когда я начинаю показывать эль-мали мне начинают писать что как будто ты какой-то другой люрид показываешь вот он так что люрид не такой маленький как как вы думаете он не состоит только из одного центра и улицы сан-пире и улицы дискотек да и пляж нет достаточно большой люрид еще там вверху идет ларока гросса я до спирала и беззадок он ну и ладно вообще ничего не готовилась не знаю так не надоело все мне вообще такой себе не все это надоело что не знаю во все места в которые меня брали не брали только по знакомству только по звонку поэтому а вот она видите это гора видите вот вот она лишь я не обратил внимание где-то завернул и вообще она напротив школ до заворачивать или где против вот он просто просто показывают какой большой люрид дамар здесь вот иностранцы живут здесь в основном никаких особо нет отелей вот он только вот этот впереди розовый он называется рэнни 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 смотри как сгорела о блин смотри-ка пожар там вот так а мы ночью то ехали нет они видели вот видите вот он там перед и розовенький а он нет это дом тут розовый а за ним вот голубые балконы и вот там отель написано и так страшно в общем 4 звезды а смотри дверь открыта дверь открыта